К зиме готовы! В погребах полки ломятся от различных солений и овощей. И сейчас самое время для квашеной капусты, которая не только вкусна, но и невероятно полезна. В ней весь спектр витаминов В, Е, С. На 100 граммов приходится 27 килокалорий и совсем нет жиров. Поэтому для тех, кто приводит себя в форму к Новому году, это идеальное блюдо. В квашеной капусте за счет клетчатки уменьшается всасывание холестерина в крови. Поэтому больным, у которых атеросклероз, это является профилактикой развития атеросклероза. А в будущем профилактика развития инсультов и инфарктов. За счет большого количества витаминов группы В и минеральных элементов квашеная капуста хорошо влияет на нервную систему. Она успокаивает, она способствует профилактике стрессовых ситуаций. Семья Ивана уже несколько поколений занимается овощеводством. На своем участке весной высаживают рассаду, затем летом собирают урожай, осенью ведут заготовки, а в зимнее время продаются олени. Рецепты тоже передаются по семейной линии. Кисловатая капуста, но, скажу так, с изюминкой. Изысканный вкус. Вкусно. Нравится. Капуста кислая, сладкая и с яблоком. В общем, на любой вкус. В этом году Иван самостоятельно перетер около тонны капусты. Вот что значит любовь к своему делу. У нас есть еще капуста ржалочная, которая используется на голубце. Это специальный сорт, называется заводоская. Как вы ее маринуете или что, почему она такого? Очень просто. Это пасится в бочках. Натурально только соль. И все. Заливается рассолом. То есть сейчас можно взять, сделать голубцы и на стол, да? И на стол. К новогоднему столу замечательно. Замечательно просто. Супер. Кислая капуста считается национальным русским блюдом и очень любят его в Приднестровье. Сегодня мы поделимся с вами самым лучшим рецептом вкусной кислой капусты. Итак, Иван, расскажите, что же входит в рецепт? Нам для этого понадобится белокочанная капуста, морковка, соль, черный перец, сахар и лавровый лист. То есть ингредиенты у нас максимально простые. Но я так понимаю, что все делается очень просто, легко и самое главное, получается вкусно. Итак, первым делом разрезаем капусту на несколько частей, чтобы удобно было в дальнейшем шинковать. Я смотрю, у нас уродилась капуста. Это ваша домашняя? Да. Как вы выращиваете, может быть, несколько слов? Весной высаживаю, и до осени она вырастает до таких размеров. Большая. Можно сказать, капуста. Хорошо, приступим к шинковке. Здесь есть какие-то особенности? Да, ее надо постараться нашинковать длинной соломкой. Ну давайте, вы мастер-класс нам покажите. Ну а я пока еще несколько слов скажу о пользе. Квашеная капуста снижает уровень сахара в крови, препятствует развитию гастрита и язвенной болезни. Тонкая капусточка должна быть или неважно? Средняя. Средняя, да? Получается? Да, отлично получается. Я так понимаю, что сейчас морковь нужно еще подготовить, да? Конечно, стоит упомянуть и о противопоказаниях этого блюда. Нельзя капусту люди с хроническим гастритом и заболеваниями поджелудочной железы. Поэтому будьте внимательны. Я так понимаю, вот это все у нас достаточно будет? Да. И по вкусу добавляем морковку. В морковно-капустный салат добавляем ложку соли и столько же сахара. Затем кладем лавровый лист и несколько зерен черного перца. Я так понимаю, что у нас блюдо-то готово, но не окончательно. Что еще? Нам его надо уложить в банку и оставить в холодное место на 5-7 суток. 5-7 суток достаточно будет, да? Ну, у нас есть готовые уже. Ага, у нас есть баночки с соком. Соком. Красота. Это уже, то есть... Да, она в собственном соку и готова к употреблению. Ну, надо попробовать срочно. Давайте. Всем приятного аппетита. Вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!